Русская Троя. Так издавна называли археологи Херсонес Таврический. Раскопки древнего города ведутся с 1827 года. И с тех пор на морском берегу стали появляться дома и улицы, площади и храмы древнего города. Херсонеский заповедник – один из крупнейших центров историко-археологических исследований и среди научных сотрудников. Почти во все годы были ученые Государственного Эрмитажа. Вот раскопки так называемого 20-го квартала. Работа велась на широком участке, на уровне поверхности 12-13 веков. И эти работы были прекращены в 1991 году. И вот пришли новые времена. В заповедник Херсонес Таврический для подписания договора о сотрудничестве прибыл директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский. Пресс-конференция российского историко-востоковеда, арабиста, автора более 200 научных статей состоялась на территории заповедника. Эрмитаж 250 лет. Из-за этих 250 лет, 150, Эрмитаж связан с Крымом и сработали в Крыму. И, соответственно, в Эрмитаже представлен Крым. В значительной мере история Крыма раскрыта и представлена миру благодаря работе на Эрмитаже. А как вы видите дальнейшую судьбу Херсонеса? Это объект федерального значения с федеральным подчинением, чтобы помочь сохранить все это? Не хочу быть не политкорректным, но я думаю, что, конечно, федерального подчинения он должен быть. Это объект ЮНЕСКО. И на самом деле, что значит объект ЮНЕСКО? Да, это объект ЮНЕСКО плохо, хорошо. Объект ЮНЕСКО значит громадная ответственность за то, что... Ведь ЮНЕСКО же ничего особенного не так немножко помогает, но главное, что они контролируют, не испортят ничего, не сделают что-то не так. Поэтому это громадная ответственность. Поэтому она должна быть федеральной ответственностью. Насколько это и деньги, и отчетность, и все. Так что я думаю, что руководство заповедника со мной согласно. Наверное, что федеральный, конечно, объект. В каком состоянии вы увидели объекты археологические на полуострове? Вы знаете, в очень хорошем состоянии. Они все в хорошем состоянии. Они все в работе одновременно. Вот это очень... Всегда, мне кажется, очень страшно, когда вдруг археологические объекты законсервируются, и все. Они превращаются только в музей, только для туристов. А тем более, что все объекты Крыма, они вечные. Там можно вечно работать, всегда что-то открывать. И когда найдено такое хорошее соотношение между раскопками и консервацией, музеификацией, я видел, что во многих случаях уже решены проблемы, как здесь, консервации того, что раскопано. Потому что в многих памятниках археологи засыпали. Иногда засыпают то, что раскопали, чтобы не разрушилось. Так что вот все вместе с сочетанием консервации, реставрации, просвещения и, главное, археологической работы науки, ну, есть, по-моему, все в общем прекрасном состоянии. Несколько дней назад было принято решение оставить опять на некоторое время в Голландии экспонаты четырех крымских музеев, в том числе Олег и Херсонеса. Российские музейщики что-то будут делать, чтобы экспонаты вернулись... Значит, по этому поводу я могу сказать только одно, что я говорю несколько недель. Не мешайте сейчас юристам. Это в первую очередь журналистам. Не мешайте сейчас юристам. Вопрос не простой, вопрос требует времени работы юристов. Михаил Петровский считает, что сотрудничество Эрмитажа и заповедника Херсонес-Таврический будет очень плодотворным. А работы планируются на много лет вперед. Редактор субтитров А.Семкин